Ребят, всем привет! С вами, как всегда, Джамбо Макс, и в этом видео мы с вами первый раз запустим PlayStation 5. Да, я сумел договориться с братом на первый запуск, дабы заснять этот видосик для вас. Вот, он сказал, всё, настрой, и всё, отдавая плойку. Перед началом видеоролика, как всегда, попрошу поставить лайк, подписаться на канал, написать, как вам PlayStation 5. Лично у меня пока такие вот двоякие ощущения. Вот, и давайте начнём. Вообще, насколько я понял, у плойки кнопка включения вот эта. Если что, я практически всё подключил, кроме кабеля питания. Сейчас я подключу, и запустим. Сразу извиняюсь, если вдруг я не смогу записать видеоизображение, поскольку я знаю, что здесь есть защита от записи, и её как-то надо обходить. Короче, давайте посмотрим. Кстати, плойка у меня будет стоять, наверное, на этом столе где-то около дня, пока мы не скачаем все игры, потому что в комнате брата у него просто нет интернета. Ну, плохо ловит, и поэтому он дольше будет скачивать. Кстати, насчёт DualSense, пока такие двоякие ощущения, на самом деле, он кажется не таким привычным, не таким, наверное, каким-то удобным. Ну, потому что я всю жизнь, по сути, играл на геймпадах Xbox One, и это что-то другое. Кстати, вот единственную фичу, которую я ни у кого не замечал, что вот эти вот штуки, они блестят. Вот. А так пока, ну, геймпад как геймпад, надо поиграть, надо попробовать. Итак, давайте попробуем включить. Как я понял, данная консоль включается при помощи данной кнопки, она такая прямоугольникая, маленькая, как бы на кнопку включения не очень похожа. Но давайте включим, посмотрим, как она запускается, какой звук издаёт и что-то в этом роде, потому что я не знаю про неё вообще ничего. Итак, торжественное включение. Простите меня, брат, который отдал мне на первый запуск. Включаем. Пик. Да, она включилась, появилась на экране. Вот проблема, первая проблема плойки. Я подключил её к карте захвата, и там просто написано, sorry, ты не можешь записать, поскольку здесь идёт копирование контента. Да, так, сейчас я подумаю, как вам это показать. Ну, как вы видите, я нашёл лишь только такое решение показать вам, как настраиваться PlayStation, поскольку она просто мне отрубила возможность записывать, и якобы, чувак, извини, здесь защита контента и тому подобное. Ладно, я надеюсь, что хотя бы так мы её запустим. По первому впечатлению хочу сказать, что она как-то немножко странно жужжит. Это не слышно, когда вы находитесь вот так вот, но когда вы начинаете прям вот близко-близко подходить к консоли, это ощущается. Сейчас я попробую вам дать послушать это. Я надеюсь, вы услышали. Это, видимо, как-то работает кулер или что-то, я даже не знаю, но как-то Xbox работает тише, на мой взгляд. Хоть обоих не слышно, но здесь как-то очень немножко странно жужжит внутри. Так, как мы видим на экране, нам показывают, что мы должны подключиться по проводу, который идёт в комплекте. Давайте так и сделаем, как просят. И нажимаем на кнопку включения видео. О, кстати, загорелся оранжевым, если вы можете заметить. Кстати, подсветка довольно-таки прикольная. Как знаете, по типу фанты. Нажимаем, у нас здесь идёт выбор языка. Давайте русский. Кстати, геймпад бесшумный вообще. Вот если сравнить его с геймпадом Xbox Series, то он очень бесшумный. Так, просит нас подключиться к Wi-Fi. Давайте это сделаем. Кстати, это очень хорошо, потому что, например, лично мой телек, на котором я всегда играю, всё-таки рамки бывают как-то больше. И этот калибровать, к сожалению, очень тяжко. Так, давайте окей. Так, лицензионное соглашение программного обеспечения. Окей. Так, ну, как я понял, если вы не хотите играть в онлайн, вы можете это всё пропустить и только потом всё это загрузить. Это, кстати, очень хорошо, но мы загрузим сразу, чтобы брат мой потом не ковырялся с этим. Система на программном обеспечении. Система будет призапущена и начнёт обновление. Обновить всего лишь, по сути, гик. Осталось 4 минуты. Пока грузится, могу сказать, что на глянцевой стороне уже пылинки. Вот. Не хочу её трогать, дабы не поцарапать, чтобы меня Илюха не прибил. Но так, в целом, консоль выглядит презентабельно именно с этой стороны. Об этом я уже говорил. Как бы прикольно, но вот, не знаю, меня особо это не впечатляет. Мне вот, например, дизайн Xbox понравился больше, потому что он практичнее. Поставил так, поставил так. Здесь же нужно откручивать, закручивать. Как бы, ну, лично мне это, наверное, не так удобно. Не говорю, что это как-то плохо, как-то критично. Нет. Просто такое вот мини-сравнение. А так, прикольно то, что дали Type-C-шник. Без проблем может зарядить. Те, кто думали, что данный геймпад капец как похож на геймпад Xbox One или Xbox Series. Чуваки, я не знаю, как вы это увидели, но он вообще не похож. И даже рукоятки, по ощущению, они не такие вообще. То есть, те, кто говорил, что это практически одинаковые геймпады, это либо рофл, либо, ну, у людей странные взгляды на вот это вот. Как бы, вообще, очень разные геймпады, и к тому и другому привыкать. Как мне Илюха между видосами сказал, что переход с геймпада Xbox Series на геймпад PlayStation, возможно, будет проблематичным, потому что они совершенно разные. Кстати, обновляется достаточно быстро, у Xbox, по-моему, их заняло больше времени. Конечно, бредово, что на плойке стоит вот эта вот система копирования, что якобы нельзя ее сразу запустить и сразу это заснять. Так бы я вам показал сразу нормальный экран, а вы видите вот такой вот бликующий. Ну, как бы, ну, я считаю, что это минус. Типа, чего можно такого закрытого показать, даже не знаю. Ну, кстати, подсветка выглядит довольно-таки прикольно. Я не знаю, видите вы ее или нет, но она такая, она прикольная. Реально прикольная. Ну, давайте тоже обновим контроллер. По сути, первый запуск плойки, он очень похож на запуск Xbox, прям практически то же самое. Кстати, в свой профиль можно, оказывается, зайти через приложение PlayStation. Это тоже очень здорово сделали. По сути, то же самое, как на Xbox. И давайте попробуем. У меня уже скачано данное приложение. Если что, заведен уже профиль. Я заранее его завел, дабы купить Человека-паука. Вот, ну, просто мне нравятся игры про Человека-паука, и на плойке это, наверное, единственная игра, которая меня реально интересует. Вот, в остальные игры мне неохота играть. Но мой брат возьмет PlayStation Plus, и, по сути, ему удастся поиграть во всю коллекцию PlayStation на PlayStation 4. Поскольку здесь есть обратка. Здесь специально есть вкладка в приложение, войти в сеть на PlayStation 5, и разрешить доступ к камере. Разрешить. Странно, у меня почему-то не получилось сетсканировать. Давайте просто введем вручную, и так будет быстрее. Присоединился. Прикольно, быстро. Вот, не надо вводить ни профиль, ни логин, ни пароль. Ну, то же самое, как на Xbox. То есть, только на Xbox ты сразу настраиваешься через приложение. Так, выберите «Желаем профиль конвенциальности». Так, соглашаемся, соглашаемся. Так, что же потом? Загрузите одну из ваших игр. Вау! Вот это, кстати, очень прикольно. То, что я покупал «Человека-паука», и он сразу, типа, что хочет загрузить. Давайте, наверное, заморализе запустим. Ну, вернее, загрузим. И чтобы сразу скачивался. Сейчас нам, наверное, покажут тот самый дашборд. Так, приложение, которое мы можем скачать. Давайте скачаем все. Тоже. Когда же дашборд? Когда же? Так, у меня, по сути, не было никакой конфигурации. Поэтому позже. Вот, добро пожаловать в PlayStation 5. Вот сейчас будет самое интересное. Та-дам! Мы в меню PlayStation. Знаете, по первому впечатлению, она кажется каким-то несбалансированным. То есть, я понимаю, что это меню, но вот каким образом, что здесь, почему. А вот показывать рейтинги, здоровье, понятно. Как-то мне она кажется пока непривычным. Реально непривычным. То есть, вот, на мой взгляд, несбалансированность ощущается в том, что здесь очень много свободного места, и какие-то штуки нужно приглядываться влево-верху. Работает, кстати, быстро. Наверное, так же, как на плойке четвертой. То есть, без каких-либо багов, лагов и так далее. Но я пока не понимаю, что здесь, что, куда, зачем, почему. Так скажем, ну, что вы хотели? Иксбоксер. Так, вот, например, я хочу сейчас посмотреть, сколько мне качать данную игру. Я вот пока не могу посмотреть, что это и как. Давайте я сейчас попытаюсь найти в интернете, как вам показать внешний вид дашборда. Вот, как вот обойти вот эту систему и вернусь. Итак, ребят, поздравьте, я нашел, как обойти эту систему. Оказывается, вот здесь вот в настройках, прежде чем что-то записать, в разделе «Система» и в разделе «HDMI» нужно вот эту вот фигню выключить. И тогда у вас карта захвата, и все остальное у вас заработает. Это такая же была тема на PlayStation 4, но я не знал, что как бы при первом запуске она будет включена. Поэтому вот так вот. Давайте сейчас более детально посмотрим дашборд. Вот, и что могу сказать? Все еще он, мне кажется, каким-то несбалансированным. И давайте хотя бы разберемся, к примеру, попробуем понять, сколько нам, ну, сколько игр вообще устанавливается, и что делать. Давайте вот библиотека игр. Вот, видимо, вот эта штука. Ну-ка посмотрим. Идет загрузка, 4%. А, вот, вот, видимо, как-то так смотреть. На мой взгляд, это как-то непривычно, что ли. Да, на Xbox показывается сразу, сколько тебе осталось, сколько у тебя скачается. Давайте вот это можем загрузить? Да, давайте это тоже загрузим. И пока на моем профиле две игры. Вот эта вот игра должна якобы раскрыть все вот эти вот штуки геймпада. Давайте попробуем, поиграем, пока вот устанавливается. Кстати, если что, наушники не подключаются напрямую к плойке. Ну, я не знаю, может быть, и подключаются, но эти наушники от Xbox я их подключил через комп, поэтому я слышу то, что отображает Apple Station. Так, я почувствовал первую вибрацию данного геймпада. Так, давайте попробуем. Кстати, вибрация, ту, которая была сейчас на геймпаде, она была довольно-таки... Да, она сделана здесь по-другому. Реально по-другому. То есть, за счет вибрации ты понимаешь, откуда... Ой-ой-ой-ой-ой. Вау. Это прикольно было. Сейчас я ощутил, как каждый камушек забирается вот в эту часть. Вот, серьезно, ну, вы, скорее всего, не поймете, потому что на геймпаде Xbox Series вибрация общая. То есть, вот ты просто играешь, и у тебя просто вибрация везде. А тут ты ощущаешь то... Ну, короче, они правда говорили, что ты чувствуешь чуть ли не каждый камушек. Так, адаптивные триггеры. Давайте попробуем. Ого. Сейчас они натянуты. Прямо так вот. Ой-ой-ой. Вау. Сейчас, знаете, почувствую, что вот они очень тугие сделались. Вот, смотрите, у них как будто ход вот такой вот стал. Вот, но если нажать, у них произойдет такой вот, знаете, выброс энергии. Прикольно. Давайте посмотрим, что сенсорная панель. Ну, здесь как бы ничего такого, потому что я пользовался ей на плойке четвертой. Окей. Так, датчик перемещения. Вот, я опять чувствую каждую вот эту вот малютку. Ну-ка, вот. Так, ну, окей, крутится она. Что дальше? Ну, прикольно, вот эта вибрация создает такой эффект, будто они там реально бутыхаются. Так, и микрофон. Бам-бам. О! Та самая замечательная функция. Давайте попробуем ее. Может быть, она не работает, потому что я подключил вот эту штуку. Давайте попробуем так вот. Да. Когда подключаешь микрофон, функция не работает. Ну, ладно. Кстати, довольно-таки качественный микрофон на плойке четвертой было похуже. Давайте, ладно, подключим, дабы вы тоже слышали данный звук. А у меня вот плойка не такая. У меня L-Digital Edition. Кстати, купили мы ее для того, чтобы не пользоваться дисководом. Мы поняли, что мы будем, ну, по сути, только цифровые копии. Нам нужны не диски, и поэтому как бы взяли именно такую версию, потому что, ну, я не готов был переплачивать за дисковод. Так, посмотрим, что нам представит данная игра. Так. Хочу сказать, что геймпад, ну, реально какой-то новый. То есть, это не сказать, что это какая-то переработанная версия. Довольно-таки классно ощущается вибрация. Не зря ее хвалили абсолютно все, потому что ты чувствуешь, знаете, ну, чуть ли не каждую струнку. Это реально классно сделано. И это нужно просто ощутить. Но это классно. Вот, мне это нравится. Это, ну, какой-то, наверное, новый опыт от игры, я бы сказал. Не скажу, что как бы, как мы жили без этой функции, но ощущается прикольно. Да, то есть, вот, например, вот эта штука выезжает вверх, ты чувствуешь, будто у тебя выезжает вверх геймпад. Вот, вибрация. То есть, вибрация отсюда до сюда. Это классно. Я вот так вот хожу, и я чувствую так, тык-тык-тык-тык-тык-тык в каждом этом. Ну, прикольно, прикольно здесь. Классненько. Так, ладно. Родники охлаждения. Кто-то говорил, что можно ощутить чуть ли не каждую песчинку. Сейчас мы это попробуем. Бульк. Когда ты ходишь по песку, у тебя ощущаются совершенно другие ощущения. Вот, типа, вибрация, она немножко не такая. Типа, когда ты начинаешь там ходить по другой, по другому покрытию, вибрация другая. Тебе бьет током, и ты понимаешь, что тебе ударило током. То есть, это тебе не бьет вживую, но ощущения, так скажем, через вибрацию довольно-таки хорошо передаются. Единственный вопрос, будет ли это использовано в других видеоиграх, но вот в этой игре это довольно-таки классно сделано. Так скажем, вот с этой вибрацией, которую они вели, реально можно играть с разработчиком. И чувствуется она довольно-таки прикольно. То есть, ну, не знаю, у меня пока только положительные эмоции от DualSense. И от того, как эта игра показывает вот эту штуку, так скажем, жаль, что такой функции нет у геймпада Xbox Series, потому что она дает какие-то, не знаю, прикольные эмоции, потому что ты берешь какой-то новый геймпад. Например, да, вот сейчас вот эти триггеры, они используются как натяжение, как будто ты прям реально пружинку вот так вот делаешь. Короче, это прикольно ощущается, и действительно можно с этим много играться. Давайте вот просто пройду, чтобы ощутить какие-то, может быть, другие функции данного геймпада. Кстати, интересно, давайте попробуем здесь быструю загрузку, к примеру, выходим в меню. А, нет. Это вот, кстати, то самое адаптивное менюшка в PlayStation. Она включается вот такой вот кнопкой центральной. И что здесь так собирается? Тусовки, музыка, загрузки, звук, микрофон. А, кстати, звук можно как-то увеличить? Да, все, теперь звук увеличился. Что мне, собственно, и надо было. Надо было сделать это изначально, но уже, извините, я пока туплю в дашборде PlayStation и не понимаю, что к чему. А, когда ты скользишь по льду, в руках такое ощущение, как будто вот ты ощущаешь вот эти вот лезвия. Вот, это, говорю, это сложно объясняемо, но это так оно и есть. И это, ну, это классно. Так, скажем, журналисты, когда хвалили данный геймбат, они хвалили его не зря. Вот именно за данный experience. А, дуть надо, блин, мне надо выключить микрофон и... Что это вообще? А, все, нельзя дуть, да? Так, ладно, я не буду ее полностью проходить. Я хочу выйти в главное меню. Вот, ну, по первому впечатлению, скажу, что это реально здорово. Реально классно, то есть, над вибрацией они поработали, и... Каждое такое новое какое-то взаимодействие с игрой, оно окажется по-другому. То есть, у геймпада она общая вибрация, у тебя просто вибрирует геймпад по типу... Здесь же вот именно какая-то есть тонкость, и она очень классно ощущается. Вот, давайте покопаемся еще в дашборде. Кстати, игры скачиваются быстрее, чем на Xbox, и лично, по крайней мере, у меня, потому что на Xbox у меня очень долго грузились игры. Всегда было то ли по 500 килобайт, то ли там по мегабиту и так далее. А здесь прям вообще все супер. Как бы уже скачалось 7 гигов, пока я играл. Это классно. Share Factory Studio, это, скорее всего, та приложуха, которая записывает... Ну, редактировать, может быть, видео, не знаю. Потом в нее. Так, давайте в PlayStation Plus залезем. Кстати, как раз-таки скидон. Вот, ежедневка. Кстати, в комплекте плойки также не было никакого триала, никакого пробника. И это очень странно, что компании не кладут в новые консоли данные подписки. Вот это, кстати, о том, о чем я говорил. Это очень классная тема для плойки, особенно для тех, у кого нет игры вообще. Ну, для таких, как я и мой брат. Типа, у нас нету игр на плойке, мы никогда, по сути, и не пользовались. И, оформив PlayStation Plus, мы получаем вот эти вот все игры. Ну, и вот это вот меня интересует здесь, наверное, только Ange, Days Gone. Ну, и все. Такой вот небольшой список игр, но так или иначе, он пригодится тем, кто только-только приобрел PlayStation. Будет и онлайн, и этот. Так, что мы сделаем? Так, вот здесь у нас получается приложение. Не знаю, я пока даже не знаю, что посмотреть. Вот, как-то... Давайте в PlayStation Store зайдем. Ну, он, мне кажется, немножко непонятным. Не знаю, почему. Я, может быть, просто так привык к Xbox, вот, но для плойки пока не очень понятно. Типа, вот все игры для плойки пятой. А вот мы довольны, если я так и скуплю, я здесь могу играть? Да. А, да? Да. Ну, она ей дает как раз-таки все эти играть. А, нормально. Да, давайте тоже скачаем сюда Fortnite, дабы проверить там вот вибрацию, как-нибудь потом проверю, если кому-то интересно. Вот, ну и в принципе, наверное, все, что я хочу сказать, потому что я не знаю даже куда залезть, какие здесь есть функции прикольные. Я помню, здесь есть функции типа картинка в картинке, как Snap, но я не знаю, как ее включить. Пока для меня дашборд плойки не кажется тугой. Давайте, кстати, продолжим играть. Да, игра, по сути, продолжается с того места. Вот. Ну, если говорить о первых впечатлениях плойки, в ней надо копаться и разбираться. Если же Xbox, я там как рыба в воде, я понимаю, что и как, то здесь я не знаю, куда залезть, что мне вообще посмотреть, что мне интересно и пока как так. Так, самое главное, работает плавно, быстро, как бы все, наверное, удобно, если в этом разобраться, но очень понравилось то, что игры скачиваются довольно-таки быстро. То, что на Xbox у меня очень долго скачивались. Вот, ждем игр. Сейчас Илюха тогда оформит себе подписку, скачает Days Gone и будет играть. Вот. Пока она у меня постоит, пока скачиваются игры. И, наверное, это все. Вот такой вот первый запуск. Ну, сорян за первый начальный экран, что он не был особо показан, потому что там была защита, которую нужно было отключить. Что касаемо шума консоли, то он, наверное, работает так же, как и Xbox One. То есть, тихо, но его немножко слышно. То есть, если же Xbox Series X вообще бесшумный, то здесь немножко ощущается. Ну, в общем, это было такое первое мнение о консоли PlayStation 5. Я надеюсь, понравился данный видосик. Если вдруг у вас будут вопросы, задавайте в комментариях, попытаюсь в следующем видео ответить на них. Вот. Ну, а так, первое впечатление довольно-таки положительное. Новая консоль. Очень понравилась вибрация DualSense. Вот. И, в принципе, каких-то, не знаю, таких вот, к чему можно придраться, по сути, нет. Прикольно, классно. Надеюсь, что брату ему очень понравится. Вот. На этом все. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Большое спасибо за просмотр. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok